О пути казахстанки Елены Рыбакиной в большом теннисе поговорим в прямом эфире со спортивным экспертом Александром Ляховым. Александр, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Если вспомнить Рыбакину в начале нулевых, то она буквально рвала в клочья. Потом потеряла форму, уверенность. Как считаете, чего стоило теннисистке восстановиться? Вы имеете в виду именно Лену? Потому что вы сказали про нулевые годы. Да, да, да. Нет, ну сейчас 20-е. Я просто уточнить. Прошу прощения, да, заговорилась. 2020 год. Да, да. Если сказать о Лене, я скажу, что у нее достаточно поступательный теннис. Я имею в виду продвижение по рейтингу. Другое дело, что вот как раз в прошлом году, в 2020 и в 2021 году мы отмечали ее нестабильность. Причем в самые решающие моменты матчей. Ну, вспомним, допустим, на Олимпиаде, когда она могла и в полуфинале сбенчить, и в финале, и в матче за третье место выиграть. Но ломалась именно в решающие моменты. Вот сейчас, мне кажется, она обрела именно такую психологическую устойчивость. То есть она поняла, что может обыгрывать кого угодно. То есть любую теннисистку мира. Что, собственно, на этом турнире она и продемонстрировала, обыграв... Я даже считаю, что здесь гораздо более важная победа не в финале над Жабер, а именно в полуфинале над Симоной Халеб. Потому что Симона Халеб – это действительно имя. Это двукратное победительство турниров Большого Шлема. Это победительница десятка других турниров. Еще три финала она играла. То есть опыт у нее огромный. Манера очень, ну, скажем так, вот для таких крупных игроков, как Рыбакина, очень противная. То есть Халеб очень быстрая, очень отвечает сразу же на удар. То есть здесь для Лены, которая все-таки любит, ну, не то чтобы неторопливую, но, скажем так, любит посмотреть, любит оценить ситуацию и уже потом нанести свой мощный, там, форхенд или бэхенд. Вот. Я думал, что с Халеб как раз будет гораздо сложнее. Но получилось очень удачно, очень надежно она сыграла. И вот как раз с Жабер здесь была ситуация обратная. То есть если она, как правило, хорошо стартовала, то потом немножко терялась где-то в середине первого сета. А здесь, наоборот, она сразу же потеряла инициативу и стала в роли отыгрывающейся. Но молодец, собралась в перерыве между первой и второй партией. И дальше уже, в общем-то, все шло по ее сценарию, скажем так, под ее инициативу. Ну вот именно игру с Халеб как раз-таки отмечают многие эксперты. Скажите, вот на выступлении на Олимпиаде тоже сказалось волнение? Или психологически она была не готова к стартам четырехлетия? Хотя талант, силы позволяли взять. Да, да, да. Конечно. Уже в прошлом сезоне она была готова к победам именно с точки зрения техники, с точки зрения физической подготовки. Но вот ей все-таки, я говорю, не хватало вот этого понимания, что она уже, скажем так, в топ, сама топовая игрок. То есть она играла, играла, играла. Но когда вдруг понимала, что сейчас уже выигрыш близко, она вот как раз ломалась. И вот сейчас, я думаю, что если она обрела эту психологическую устойчивость, то можно ждать от нее просто серии таких побед. То есть я думаю, что Уимблдон – это только начало ее вот этой победной серии, причем на турнирах самого высокого уровня. Победа на Уимблдоне, к сожалению, она не принесла Елене ни одного очка. Но чисто теоретически, на какую строчку она бы поднялась, если бы получила очки? Она бы вошла в топ-10? Это ее мечта? В топ-10 это однозначно. По очкам я так прикидывал, что она должна была даже войти где-то в топ... Ну, подобраться в топ-5, то есть шестое, седьмое место, если, ну, в случае победы. Но раз уж так случилось, я думаю, что это скоро будет. Скоро будет, вот, по крайней мере, подождем US Open, открытый чемпионат США. Если она там сыграет такую же силу, то я думаю, что и там будет бороться за победу. А что вы думаете, какую ставку делаете на дальнейшую карьеру Рыбакиной? Вот, я говорю, что сейчас Лена действительно обрела такую уверенность, я надеюсь, по крайней мере, по этому выступлению на Эмбудоне, что она действительно может выигрывать буквально любой турнир. Потому что физически, да, они великолепные, метр восемь четыре, это рост идеальный, ну, она достаточно стройная, то есть не выглядит какой-то мощной, такой неповоротливой, теннисистской. И если еще немножко добавить, вот, как я говорю, более стабильной, под первой подачей, надежности в выполнении ударов, потому что иногда вот ее бывают, ну, слава богу, на этом турнире это были непродолжительные эпизоды, когда она выпадала, что называется, из игры, начинала там бить то в сетку, то в аут, причем далеко в аут. Вот, но это, я говорю, были буквально моменты непродолжительные. То я думаю, что и у нас всех вместе с Нью ждет прекрасное будущее, и мы будем еще не раз радоваться ее победам, причем не только в индивидуальных турнирах, но что очень важно, в ноябре будет как раз проходить финальный турнир Кубка Билли Джен Кинг, это фактически командный чемпионат мира, куда впервые пробилась наша сборная, и Елена, как первый номер, я думаю, сможет потащить за собой команду тоже на самые высокие места. Ну, Елена Рыбакина, она дала действительно такую надежду всем нашим теннисистам, я думаю, что это, ну, она действительно создала такую очень положительную динамику. Как вы думаете, сейчас как будет в спорт в Казахстане развиваться, теннис именно? Я вот как раз жду, что сейчас будет такой всплеск, объясню почему. Дело в том, что в теннисе очень тяжело прогнозировать переход спортсменов от юниорского возраста во взрослый теннис. Вот что мы видели, кстати, на примере Жабер, она ведь еще в 11-м году, то есть 11 лет назад, выиграла юниорский Ролан Гарос, открытый чемпионат Франции. И потом, но там она брала именно за счет своей мощи, то есть по сравнению со своими 16-летними сверстниками, она действительно девушка крупная, с мощным ударом, и естественно там вот это ее преимущество сказывалось. Как только она вышла на взрослый уровень, оказалось, что это уже не играет, и пришлось преодолеть достаточно долгий путь, для того, чтобы вот опять с помощью своего мужа, кстати, который тренер по фитнесу, и собственно мы видим, что она очень сильно подсушилась вот на этом турнире, но при этом не утратила своей ударной мощи. Так вот, у нас очень всегда проблемы возникают, но это не только у нас, это вообще в мире, что теннисистки, которые блистают в юношах, или там теннисисты, на юниорах, потом, переходя в взрослый уровень, теряются. И сейчас мы, например, впервые, я вот сказал, что впервые мы попали в финальную часть чемпионата мира командного по среде женщин, то есть кубок Билли Джон Кинг, впервые в этом году наши 14-летние ребята пробились в такую же стадию, то есть это финальная часть чемпионата мира командного, который пройдет в начале августа в чешском городе Просеев. Вот это уже первые ласточки. То есть я думаю, что с каждым годом у нас таких, скажем так, команд, вот юниорских, которые будут бороться уже за победу в чемпионатах мира, будет больше и больше. Ну и, соответственно, переходя уже на взрослый уровень, они будут питать, соответственно, мужскую и женскую сборные. Поэтому я думаю, что нас ждет прекрасное будущее, свои ребята уже подрастают, а не только... Ну, мы... Вот критика большая, да, Лена, она казахстанская или российская. Я скажу так, вот, она пришла к нам в июне 2018 года в 19-летнем возрасте и только-только исполнилась. При этом она стояла в рейтинге в конце второй сотни. То есть ее сверстницы российские, например, та же Людмила Самсонова или Анна Калинская, или те, которые на пару лет старше, Касаткина, Кудерметова, они стояли гораздо выше. То есть, ну, пробиться... Здесь даже речь не идет о конкуренции в смысле спортивной, а конкуренция в смысле получения помощи финансовой, там, включения в сборную. И здесь вот родители и, соответственно, Лена сделали выбор в пользу предложения нашей федерации. Но, вот опять же говорю, в 19 лет уже многие в этом возрасте, вы сами знаете, там, и так же Радукану в 16 лет выиграла, в 18 лет побеждала. То есть, казалось бы, в этом возрасте уже ясны перспективы. Но нет. Вот как раз через пару-тройку лет Лена только набрала, что называется, свою ударную мощь. И именно благодаря помощи нашей федерации. Поэтому вот эта критика, я считаю, просто люди плохо разбираются вообще в функционировании теннисного механизма вообще по всему миру. И плохо понимают особенности помощи государству, там, или федерации, точнее, именно федерации теннисистов. Ну, самое главное, Уимблдон наш. Спасибо вам большое за ваше мнение. Хорошего вам воскресного дня. Да. Ждем новых побед. Ждем.